всем черпе дорогие друзья ну никак не получается выполнить мной данное вам обещание реже выпускать ролики сижу я такой вот сейчас дома смотрю зашкварные истории ну и параллельно там что-то лажу в интернете значит есть такой канал кажется называется my watch . ру может быть безру не my watch может быть короче неважно там прикольные достаточно такие истории последнее видео было про история история одного болта вот так вот называлась там если вы не в курсе есть в россии такой мастер константин чайкин да у него там куча патентов очень дорогие часы авторские полностью ручная сборка ну имя достаточно известное в мировых часовых кругах многие говорят что его изделия переоценены но это уже мнение такие могут быть разные но сам факт того что этот чувак крутой он как бы не отменяется он действительно крутой часовщик и вот этот константин чайкин получается видео было о истории одного болтика как этот болтик его сначала там нарезают резьбу на станочке потом делают ему шлиц потом там его шлифуют на двух видах наждачки там короче чуваки этот болтик изготавливают там 6 часов по моему ну типа вкручивают его в деревяшку чтобы снять эту фаску на резьбе там ну такая прикольная история может это как бы приукрашена в принципе но смотреть интересно и рекламирует ну говорится что в часах там клоун которые делает константин чайкин таких болтиков там 15 или 16 то есть как бы поэтому ну может быть опять же реклама и даже не может быть реклама но это как бы ежу ясно да дело не в этом сегодня читаю пост этого чувака и говорит впервые забанил на каналах впервые забанил мне в его проблемы пользователя который начал писать о том что якобы нафиг покупать этот оригинальный там господи широгоров оригинальный этот клоун у чайкина если вот китайцы типа делают я слышал ну появились китайские подделки довольно серьезного такого качества под эти часы если там оригинальные стоят пусть будет там 200 тысяч рублей русских то это подделка китайская стоит там 500 долларов ну и примеру в 10 раз там где-то дешевле может быть в 20 раз человек написал что типа какая разница надо купить подделку и этот автор канала как в принципе любой человек увлекающийся часами которого корежит от одного слова подделка он там вступил с ним дискуссии в шоке забанил попугая сейчас надо забанить прикрутить в общем и он спрашивает правильно ли я сделал я так полистал пост эти комментарии там в общем кто-то пишет что да правильно но многие пишут то ты типа истеричка вот ну какая разница человек купил подделку это его дело во первых это его личное дело никто с этим не спорит но он идет в комментарии и пишет что лучше покупать подделку а это значит он и не просто купил он уже ее пиарит он продвигает контрафакт это немножко разные вещи и хочется сказать еще раз что почему-то у нас понятия интеллектуальной собственности она как бы отсутствует да вот я это заметил в плане ножей еще раз повторюсь на ютюбе есть плагиат это если вы музыку тырите у кого-то или там один человек стырил у другого композицию мелодию то там шесть нот подряд если я не ошибаюсь которые расположены это плагиат типа за это могут а та та сделать ну а что же как вот быть с интеллектуальной собственностью в плане дизайна да в плане идеи какой-то я не знаю как это все законодательно там патенты какие-то патентуются но факт в том что вот сделали китайцы подделку подделка повторяет в точности практически да она стоит в 10 раз дешевле то есть человек реально несет убытки пускай его часы переоценены но ваша никто за ноздри вот так вот не тянет их покупать пройдите мимо ох он такой плохой ай-яй-яй такие дорогие часы они столько не стоят ну постой порассуждай перед витриной с часами чайкина и иди дальше ну ты же почему-то кудахтаешь что они такие дорогие зачем платить больше вот ребятки не в обиду на живое сообщество все говорят что нож это инструмент почему я ненавижу шатуна то что он говорит нож это инструмент и тем не менее 95 процентов ножей я уверен если не все 100 все покупают по дизайну только потом берут в руку вы же не охотник с этой в перьях короче который вы стругал себе там где-то нож из железяки выковал в сарае короче и живете там в землянке да вам все равно для вас это инструмент сто процентов но вы вспомните какое количество ножевых дизайнеров работает над внешним видом ножей то наверное нож это не только инструмент но и интеллектуальная собственность и в ситуации с широгоровым я считаю широгоров ну он не прав том что он там начал банить даже тех кто типа обзорил я вот не помню точно ситуации уже давно пару лет назад была он там типа чё-то банил в ю тубе кидал страйки тем кто обзорил подделки на широгоровых ну в принципе это я считаю даже нормально ну а почему я должен терять и нести свои убытки потому что китайцы конечно они молодцы они сами ничего не придумывают они берут и копируют и заполняют этим рынок и хомячки конечно покупают но вы мне напишите в комментариях сто процентов что сам юзаю подделку широгорова да за там 50 баксов отличный нож лучше чем многие брендовые юзайте пожалуйста это ваше личное право но я считаю еще раз что подделки это воровство воровство интеллектуальной собственности если у вас нету денег на широгорова вы можете купить в принципе ножичек который сделан по мотивам широгорова или практически идентичен широгорову но называется как-то по-другому в таком случае принципе это уже ну да является может быть копией даже вот так вот можно сказать или сделанным по мотиву но если на нем прям шильдик широгорова то это как бы не очень хорошо вот это очень скользкий момент конечно потому что бывает такое что с другой стороны в нашем мире очень сложно придумать что-то кардинально новое да все у кого-то какие-то идеи берут как-то их перерабатывают и даже в бренданте когда занимался вот этот вот джесс знаете что значит да значит спертая фишка скабанина у кого-то если танцор выходит и делает тупо чей-то элемент то ему все вот так вот хлопают но с другой стороны с другой стороны брейк-данс бы не развивался если бы элементы конечно же не не заимствовались у другого человека то есть как бы получается что кто-то придумает один какой-то там это в основном силовыми элементами там скажем кручение там на голове какой-нибудь там ну понятное дело что рано или поздно кто-то вот и так закрутиться а кто-то вот это закрутиться да и самые оригинальные какие-то вот такие штуки они чисто вот принадлежали какому-то там танцору да но опять же вопрос если кому-то позволяло физические возможности может быть он бы мог с точностью повторить ну тогда бы ему постучали по локтям вот здесь все скользко но я однозначно считаю что подделки покупать не стоит потому что это повторюсь воровство интеллектуальной собственности если шильдик принципе другой какой-то приклеен то сейчас я кстати уже встречаю очень мало чтобы знаете вот нож один в один широгоров но назывался ганзу там допустим вот прямо один в один они кстати вот такие бренды крупные все-таки что-то изменяют да вот как то с той же крысой как бы на оригинальной крысе лайнер лог или там фрейм ганзовской крысе аксесс лог там чуть-чуть где-то извиня ну вот это уже я считаю в принципе имеет право на жизнь да как бы по мотивам до дизайн в целом украден скажем так по взаимствам но внесены какие-то свои изменения что позволяет говорить что это уже как бы другой продукт на самом деле так и в музыке тоже сколько там ремейков чуть-чуть там ноты изменили до 6 нот не не повторили но все равно там как-то практически то же самое одна песня на другую две капли воды похоже и так далее вот я думаю не нужно писать в комментариях типа что-то вроде у меня есть подделка я ей пользуюсь 15 лет и доволен я думаю что таких комментариев будет много поэтому ничего удивительного в этом нет лучше напишите как вы считаете вот если вы допустим придумаете какой-нибудь оригинальный скажем нож вот такого дизайна еще не было ни у кого как знаете там мдк наш норд диверсионный кочеркина ну к примеру вот возьмем такой пример вот тут у него оригинальный нож наш и вдруг вы там придумали наладили свое производство встроя вложились бабло потратились там начали его продвигать вот у вас пошли продажи вы довольны классно вас все продается вы там купил под взял себе подержанный автомобиль как нога напел и вдруг вы заходите в один прекрасный день в интернет и видите что некий сайт под названием м там продает данные ножи один в один просто один в один сделанные с вашим же шильдиком но в десять раз дешевле вот как вы думаете какой к этому относитесь ставьте лайк и подписывайтесь на канал дорогие друзья с вами был еще разок увидимся пока